В общем-то предыстория у нас такая, мы с Сашей встретились как-то по спору или по теоретическим марксистским тезисом и у нас возникло какое-то разногласие по поводу как раз таки свободы рабочего класса при капитализме и оно в принципе на первый взгляд оно объяснимо, потому что мы живем в таком обществе, мы допустим выходим гулять, идем по набережной, видим массу улыбающихся людей, определенную праздничную легкую атмосферу и видим, что нам на первый взгляд кажется, что мы находимся в неком полуидеальном, таком недоидеальном пространстве и это нас может вести в заблуждение, пока мы не попали, не стали рассматривать сами существующие капиталистические производственные отношения. Чтобы в них разобраться, мы вернемся на много лет назад и вернемся непосредственно, наверное, начну с капитала, с Макса, у меня толком подготовиться не получилось, но как получилось, так получилось. Будет набор определенных тезисов из капитала Ленина, Сталина и так далее и соответственно я буду это чуть-чуть комментировать, разъясняя и поясняя. Итак, берем один из первых комментариев, один из первых, берем верноцентирование Маркса и пытаемся в нем разобраться. Маркс здесь проводит аналогию с рабским трудом и эта цитата звучит следующим образом. При рабском труде даже та часть рабочего дня, в течение которой раб лишь возмещает стоимость своих собственных жизненных средств, в течение которой он фактически работает, лишь на самого себя представляется трудом на хозяина. То есть, я потом дочитаю цитату, существует рабский труд, но в этом рабском труде сам раб какую-то часть труда совершает не только на хозяина, но и от хозяина получает ту часть труда, то есть, которая идет ему на питание, на одежду и так далее. Соответственно, продолжаем. Наоборот, при системе наемного труда, то есть, уже при капитализме, даже прибавочный или неоплаченный труд выступает как оплаченный. То есть, рабочий у нас договариваясь на оплату труда, получает в конце месяца зарплату, и он думает, что весь его труд оплачен. Там отношение собственности скрывает труд раба на самого себя. Здесь денежное отношение, то есть, зарплата, скрывает даровый труд наемного рабочего. Понятно поэтому, что решающее значение, какое имеет превращение стоимости и цены рабочей силы в форму заработной платы, то есть, в стоимость и цену самого труда. На этой форме проявление, скрывающее истинное отношение и создающее видимость отношения прямо противоположного. То есть, нам кажется, что труд свободен, но на самом деле Марс утверждает, что он прямо противоположен. И создающее видимость отношения прямо противоположного. Покоятся все правовые представления, как рабочего, так и капиталиста, все мистификации капиталистического способа производства, все порождаемые им иллюзии свободы, все апологетические уверки вульгарной политической экономии. То есть, я прокомментирую от себя. То есть, мы пребываем в видимости того, в иллюзии того, что мы живем в неком справедливом обществе, весь труд оплачивается, в этом нет никаких противоречий. И нас в этом постоянно, наверное, с детского, ну не с детского сада, но с образовательного процесса в колах, нас в этом убеждает вся наша пропаганда, что мы живем в некоем справедливом обществе, предпринимательство это первейшее благо при капитализме, и, соответственно, далее, далее, далее. И в этом нет никакой справедливости. Такова наша правкодистская идеологема. Здесь Маркс, раскрывая механизмы эксплуатации при капитализме и при рабстве, указывает на иллюзию свободы, в которой пребывает капиталистическое общество согласно существующим идеологическим установкам. Ядро эксплуатации и, соответственно, несвобода никуда не уходит с периода рабства, оно остается, более того, капиталистический способ производства, не исключая самого рабства, и часто включает в себя элементы синтеза с самим рабством. То есть это надо понимать, что на сегодняшний день, главное, зачитаю, по буржуазным оценкам в мире сегодня насчитывается около 50 миллионов рабов. И это если выкинуть даже их спекулятивные данные по Северной Корее, которые они вкладывают туда, в понятие рабса, то есть остается порядка 20 миллионов официально подтвержденных рабов самой буржуазной статистикой. Причем в скандалах с использованием рабского, в том числе и детского труда, замешаны масса корпораций. Самые крупные известные из них мысли, Марс, Каргел, производство одежды, Зара, являлись неоднократными участниками данных скандалов. Это несмотря на то, что большинство корпораций пользуются результатом рабского труда через цепочку посредников, представляющих крупным корпорациям юридическую чистоту извлечения прибыли из процесса эксплуатации рабов в основном в странах третьего мира. То есть есть какие-то фирмы-прокладки, которые по месту занимаются сбором эксплуатации этих рабов и якобы какая-нибудь Зара покупает у этой фирмы прокладки одежду и, соответственно, она не участвует сама конкретно в процессе эксплуатации рабов. Но, тем не менее, прибыль с этого рабского труда получает. Марс далее также указывает на то, что нет хуже того рабства, которое совмещено с капиталистическим способом производства. Марс упоминает исторический момент соприкосновения капиталистической системы, основанной на извлечении привалочной стоимости из традиционного рабства. Сенсация заключается в том, что как только плантации хлопков США стали работать на английскую хлопковую промышленность, то нагрузка на рабов возросла многократно. Далее следует цитата, известная цитата из «Капитала». И звучит она следующим образом. «Но как только народы, у которых производство совершается еще в сравнительно низких формах рабского, барщинного труда и так далее, вовлекается в мировой рынок, на котором господствует капиталистический способ производства и который преобладающим интересом делает продажу продуктов этого производства за границу, так к варварским ужасам рабства, крепостничества и так далее присоединяется цивилизованный ужас чрезмерного труда. То есть в цивилизованном обществе тоже есть чрезмерный труд, посредством которого извлекается прибыль». Далее. «Поэтому труд негров в Южных Штатах Американского Союза носил умеренно патриархальный характер до тех пор, пока целью производства было главным образом непосредственное удовлетворение собственных потребностей. Но по мере того, как экспорт хлопка становился жизненным интересом для этих штатов, чрезмерный труд негра, доходящий в отдельных случаях до потребления его жизни в течение 7 лет. То есть как только капиталистический способ производства совместился с рабовладением, то есть негр перестал жить долго. Он стал жить 7 лет. И это объясняется тем, что его труд уже не носил, просто производство какого-то продукта для существования рабовладельца его самого. А целью работы данного раба стала воспроизводство прибавочной стоимости. И Марс тут описывает. То дело, что уже не о том, чтобы выколотить из него известное количество полезных продуктов. Дело заключалось в производстве самой прибавочной стоимости. Так, далее. Наверное, так же, как Марс пробудет аналогию с рабством, проведем аналогию, возьмем ту же, из капитала с периодом феодализма. Не с периодом, а с способом производства, основанным на феодальном, ну, феодальном способе производства. Далее следует цитата. Возьмем барщиного христианина. Он работает при помощи собственных средств производства на собственном поле, скажем, 3 дня в неделю. В течение остальных 3 дней, 3 дней в неделю он выполняет барщиную работу на господском поле. Он постоянно воспроизводит свой собственный рабочий фонд, и этот последний никогда не принимает по отношению к нему форму средства платежа, авансированного в омен на его труд третьим лицом. То есть, когда он в приходализме работает, он не получает зарплату. Но если помещик присвоит себе поле, рабочий спод, семена, одним словом, средства производства барщиного христианина, то отныне и этому последнему придется продавать свою работу, рабочую силу помещику. При этом, при прочих равных условиях, он и теперь будет работать, как и прежде. То есть, и при капитализме он работает, и при капитализме он работает, как и прежде. И 6 дней в неделю, 3 дня на себя, 3 дня на бывшего помещика, превратившегося теперь в нанимателя. Ну, то есть, подразумевается капиталист. То есть, если мы сегодня смотрим на фермерские хозяйства, то примерно так и выглядит. Есть основной фермер какой-то, который часто подчинен более крупной корпорации. На него работают более мелкие наемные работники, которые как раз-таки ну, просто и его кормят, и себя кормят. Здесь Маркс не только проводит историческую преемственность от феодализма к капитализму, но указывает, что неоплаченный принудительный труд принимает только форму добровольного оплаченного труда при смене феодального способа производства на капиталистический. То есть, здесь подразумевается, что, ну, то есть, то, что нам платят зарплату, это только видимость добровольного труда, на самом деле. То есть, существует принудительный какой-то труд, и это мы дальше разберем. Из чего он складывается. Впрочем, если мы марксисты, то наличие эксплуатации при капитализме, наличием эксплуатации при капитализме нас не удивит. Но мы рассматриваем вообще понятие свободы класса рабочих при капитализме, соответственно, мы движемся дальше, рассматривая его. Либеральный нарратив в пропаганде нас толкает постоянно к той точке издерения, что рабочий свободен при капитализме и самостоятельно подписывает трудовые договора, являясь субъектом, а не объектом экономики. Он сам приходит к капиталисту, и капиталист, обладающий ореолом святости и добродетели, передоставляет ему по щедрости свое рабочее место. То есть, у нас, как сегодня принято, что работодатель у нас сегодня, это некое святое лицо, это первый, наверное, после священника, не знаю, как его назвать. Ну да, то есть, они поменяли, получается, терминологию, таким образом капиталист перестал быть капиталистом и стал работодателем, неким таким положительным субъектом экономии, который дарит людям счастье. И далее мы переходим от рабовладения и феодализма, этих аналогий, переходим к самому процессу того, как рабочие приходят к капиталисту. Итак, капиталистический процесс производства самим своим ходом воспроизводит отделение рабочей силы от условий труда. Тем самым он воспроизводит и выговечивает условия эксплуатации рабочего. Он постоянно принуждает рабочего продавать свою рабочую силу, чтобы жить, жить и постоянно дает капиталисту возможность покупать ее, чтобы обогащаться. То есть, процесс не прерывается, пока рабочий не умрет. Теперь уже непростой случай противопоставляет на товарном рынке капиталиста и рабочего, как покупателя и продавца. Механизм самого процесса постоянно отбрасывает последнего, как продавца, своей рабочей силы обратно на товарный рынок и постоянно превращает его в собственный продукт, в средство купли в руках первого. То есть, имеется, что рабочий вынужден, не имеет возможности отдыхать и постоянно занимается продажей своей рабочей силы капиталисту. В действительности, вот здесь важно самое в этой цитате, в действительности рабочий передалежит капиталу еще раньше, чем продал себя капиталисту. Это очень странно, на первый взгляд, да? То есть, он еще не продал себя, процесс эксплуатации еще не начался, но Маркс утверждает, что в действительности рабочий принадлежит капиталу еще раньше, чем он продал себя капиталисту. Его экономическая несвобода одновременно обуславливается и маскируется периодическим возобновлением его самопродажи, переменой его индивидуальных хозяев-нанимателей и колебаний рыночных цен его труда. То есть, Маркс прямо указывает, что это хозяева. Хозяева-наниматели. Он указывает, что совокупный рабочий, это уже не стат, это уже я тут описывал, он указывает, что совокупный рабочий принадлежит капиталу еще до факта трудоустройства к нанимателю. Почему Маркс в капитале указывает на именно зависимое, то есть несвободное положение рабочего? В чем секрет зависимости класса рабочих при капитализме? Да, и здесь я тут пометку сделаю, только что вспомнил, что я хотел вам рассказать. Собственно, мы имеем при... У нас есть формы принуждения к труду, да, внеэкономические и экономические. Внеэкономические это когда человека бьют палкой, загоняют на поле, на плантацию, и он там трудится, принося прибавочную стоимость к своему хозяину. То есть это рабство и феодализм, так скажем. И есть экономическое принуждение к капитализму. И здесь вроде бы как при... Берем рабство, да, при рабстве есть конкретно плантация, есть насмотрщик, который загоняет рабочего и рабочий работает. Но здесь вроде как бы перформанс происходит, заключается в том, что при капитализме вроде как рабочего капиталисту никто уже не загоняет. То есть уже нету оградки и плантации, уже нету того, кто его бьет кнутом и загоняет на работу. И на первый взгляд кажется странным, почему же рабочий идет именно капиталист. То есть здесь мы, если мы смотрим на капиталистический способ производства и пытаемся из него вырваться, мы можем вырваться или стать сами капиталистами, или стать люмпинг-пролетариатом, который в ней не трудится, или если мы конкретно относимся к классу рабочих, а мы ведем речь про класс рабочих, мы вынуждены постоянно наниматься капиталисту. Потому что, почему? Потому что именно у капиталиста сосредоточены все средства производства. У нас нету выбора. То есть мы не можем куда-либо уйти, потому что если мы хотим кушать, есть и так далее, данные условия нас загоняют именно к капиталисту. Каким образом? И здесь ответ прост. Марс высмеивает сложившееся трактование буржуазных экономистов в отношении относительно насильственных условий существования класса рабочих. Цитата звучит следующим образом. Экономисты, то есть он имеет в виду буржуазные экономисты, любят рассматривать это отношение как естественное отношение или как божественное установление о порожденном капитале трудолюбии. И далее он приводит цитату Таунсенда, преподобный Таунсенда. Это цитата из Канепитала. Законодательное принуждение к труду сопряжено слишком большими трудностями, насилием и шумом, порождает недоброжелательство и так далее. Между тем, как голод, голод, да, то есть при капитализме у нас есть голод. Голод не только представляет собой мирное, тихое, непрестанное давление, но и будучи наиболее естественным мотивом к приезжанию и труду, вызывает самое сильное, бывает вызывает цельное, ну то есть он как и толкает к труду, то есть люди хотят наесть, получить какую-то пищу, к труду толкают, но если они голодны, то есть возникает обратная реакция. То есть у нас, оказывается, при капитализме рабочий не существует как свободное лицо, он постоянно, с одной стороны, его насмотрщика занимает место голод, и, соответственно, этот голод толкает его только туда, куда он может пойти заработать, а идет он именно туда, в этих условиях, к тому, кому принадлежат сельцево-производство, потому что выбор у него невелик, так как он, относится к классу рабочих. И вот мы живем вроде как в России, да, у нас вроде от голода никто не умирает, но тем не менее все у нас работают. Существует ли голос сегодня в мире, да, есть у нас мировая капиталистическая экономика, и если мы полагаемся на буржуазную статистику, то, соответственно, приходим к неутешительным выводам, да, то есть в 2020 году 3,1 миллиарда человек не могли позволить себе здоровое питание. То есть это практически половина человечества не может сегодня, в сегодняшних условиях капитализма, которые капиталисты, ихние идеологии пропагандисты называют якобы совершенной системой саморегулирования, да, мы как-то знаем, вот рыночек все разрули, да, вот эти себе нарративы. В этих якобы совершенных условиях 3,1 миллиарда людей не могут себе позволить здоровое питание. 2,3 миллиарда столкнулись с умеренной или тяжелой формой отсутствия продовольственной безопасности. То есть конкретно не хватало продуктов, то есть люди пребывали или в постоянном, или временном состоянии, испытывая голод. Это буржуазная статистика, которая, возможно, приукрашивает реальное положение вещей. И 207 миллионов находились в состоянии в крайних формах тяжелого состояния отсутствия продовольственной безопасности. То есть голод со времен Маркса, со времен Энгельса, несмотря на все развитие средств производства, несмотря на все развитие капитализма, до сих пор существует и не решает глобальных общественных проблем. То есть мы можем сделать вывод, что капитализм не является какой-либо совершенной системой и давно его надо как бы сносить, если мы хотим, чтобы у нас не было голода. Много кожи Сталин в интервью Говарду, упоминая голод и прочие негативные следствия капитализма, даст исчерпующий ответ о свободе, о мнимой при капитализме и о свободе настоящей при социализме. Говард его как-то укрепнул о том, что якобы СССР не является царством свободы, но тем не менее Сталин ему возражает. Вы говорите о том, что для того, чтобы построить наше социалистическое общество, мы пожертвовали личной свободой и терпели лишения. В вашем вопросе сквозит мысль, что социалистическое общество отрицает личную свободу. Это неверно. Конечно, для того, чтобы построить что-нибудь новое, приходится нагонять экономию, накапливать средства, сокращать временно свои потребности, занимать других. Если хочешь построить новый дом, то копишь деньги, временно урезаешь свои потребности, иначе дома можешь и не построить. Это подавно справедливо, когда речь идет о том, чтобы построить целое новое человеческое общество. Переходилось временно урезать некоторые потребности, накапливать соответствующие средства, напрягать силы. Мы так именно и поступили, и построили социалистическое общество. И дальше основная часть, которая неспосредственно касается нашей тематики. Но это общество мы построили не для ущемления личной свободы, а для того, чтобы человеческая личность чувствовала себя действительно свободной. Мы построили его ради действительно личной свободы, свободы без кавычек. Мне трудно представить себе, какая может быть личная свобода у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет уничтений одних людей и другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможно настоящее, а не бумажное, личная и всякая другая свобода. То есть, в условиях самого производственного процесса, несвобода рабочего и доминирование его хозяина ощущается здесь более явно. Так, стоп. Здесь у меня чуть-чуть три распечатки перепутались. Так, я извиняюсь, я своим уже языком расскажу. То есть, Сталин что говорит в этом случае? Что в тех условиях, где есть голод, где есть безработица, где рабочий в любой момент, из-за своего, допустим, потерял здоровье, потерял тут же дом и так далее, какое-то материальное благополучие, если он теряет в этих условиях все, то, соответственно, никакой свободы быть не может. И данный либеральный нарратив о том, что капитализм дарит какую-либо свободу, то есть, это понятно, что свобода предпринимателей, свобода капиталистов, и при этом характерная и конкретная, невыдуманная несвобода рабочего класса. То есть, он прямо утверждает, что никакой свободе при капитализме разговоры быть не должно. Ну, можно привести цитаты Ленина также, да, вот он пишет, пока не уничтожены классы, всегда разговоры о свободе, о равенстве вообще являются самообманом или обманом рабочих, а также всех трудящихся и эксплуатируемых капиталом, или являются, в всяком случае, защитой интересов буржуазии. То есть, кто утверждает, что у нас сегодня есть свобода, он, в принципе, облагораживает существующую систему эксплуатации и работает в интересах буржуазии. Пока не уничтожены классы, при всяком рассуждении о свободе, о равенстве должен быть поставлен вопрос. Свобода для какого класса? И для какого именно употребления? Равенство какого класса с каким? В каком именно отношении? Обход этих вопросов прямой или косвенный, сознательный или бессознательный, то есть, может кто-то под давлением пропаганды и бессознательно утверждать о том, что мы живем в справедливой системе, бессознательный, является неизбежной защитой интересов буржуазии, интересов капитала, интересов эксплуататоров. Лозунг свободы и равенства, при умолчании об этих вопросах, о частной собственности на средства производства, есть ложь и лицемерие буржуазного общества, которое формальным признанием свободы и равенства прикрывает фактическую экономическую несвободу и неравенство для рабочих, для всех трудящихся, эксплуатируемых капиталом. То есть, для громадного большинства населения во всех эпидемиологических странах. Наверное, да, я уже чуть-чуть скомкаю, потому что, блин, прямо на будущем буду заново. И здесь из семейства, да, из святого семейства Марс и Энгельс, одна из первых их работ, философская больше цитата, которая раскрывает всю суть существующего положения. Противоречия демократического представительного государства и буржуазного общества уже рано должны были констатировать Марс и Энгельс. Есть законченная форма классического противоречия публичной общественности и рабства. То есть, они утверждают, что в капиталистическом способе производства при существующей общественной экономической формации существует публичная общественность и рабство. Как этот момент рассмотреть? То есть, люди и эксплуатируемые, и в то же время они публично-общественные. То есть, мы можем тут же поработать на кого-то, тут же пойти на набережной, прогуляться. Даже, возможно, в одной компании со своим капиталистом в сегодняшних условиях мы можем развивать где-то пиво. Допустим, я работал в комнате авторемонте, да, есть хозяин авторемонта, на которого я работал, есть сын трудомого побыча. Но, тем не менее, мы отдыхали вместе. То есть, есть определенный такой солидаризм и корпоративизм в современной существу и системе, которой без знания марксизма, в принципе, мало кто поймет, что его действительно эксплуатируют. И именно рабство буржуазного общества в поведимости своей есть величайшая свобода, потому что она окажется законченной формой независимости индивидуума, который принимает необузданное, не связанное никакими общими узами и никаким другим человеком движение своих отчужденных жизненных элементов, как, например, собственности, промышленности, религии и прочее. То есть, он воспринимает это все за собственную свободу, между тем, как оно наоборот представляет собой, его законченное рабство и человеческую отверженность. На место привилегии здесь стало право. Ну, местам я чуть-чуть сам, как бы, на месте привилегии здесь стало право. Короче, ладно. О чем здесь говорится? Что человек по давлением, как бы это объяснить, человек рождается, и бытие формирует его сознание. Соответственно, он развивается в современных условиях, ему кажется, до определенного периода, пока родители его кормят, что он живет очень хорошо. То есть, у меня старший ребенок 16 лет, и мне трудно до него довести, что он по мере своего взросления будет попадать в сферу эксплуатации. Я стараюсь его к этому подготовить, но, как бы, ребенок меня не совсем таки понимает, потому что он далек от того момента, когда он будет пахать по 12-16 часов и так далее. То есть, и вот это взросление в этих условиях является, которые выглядят, на первый взгляд, гармоничными, является тем фактором, который формирует мышление современного индивидуума и конкретно представителя рабочего класса в согласии с существующей системой. То есть, мы можем встретить людей, непосредственно работающих, допустим, я встречаю рабочего автобуса, который пашет, как он мне сказал, 20 часов. Я пытаюсь ему объяснить, что он подвергается эксплуатации, то есть, ему объясняют там, уважаемый, ты там работаешь по 20 часов, потому что кому-то это выгодно. Кто-то из этого извлекает прибыль, соответственно, он, я его везу, работая в такси, везу его на работу, в полшестого утра, допустим, как бы его вызвали в его выходной день поработать. То есть, ну, и рабочий не может это понять, потому что он якобы хорошо зарабатывает. Он согласен с этой системой, он видит каждый день улыбающиеся лица там и так далее, и здесь он не видит противоречия с тем, что он работает в 16-20 часов в день, и с тем, что не становится при этом богато. Но он утверждает, что зарплата большая, и когда мы посчитали его рабочее время, то он работает 85 часов в неделю. То есть, два раза больше, чем среднестатистический рабочий на каком-то государственном предприятии, которое еще соотносится с старыми советскими нормами о трудовом праве. И из этого, когда ты ему доводишь, что он работал в два раза больше, а зарплата его всего в полтора раза больше, то есть, здесь только до него начинает доходить тот момент, что что-то здесь не так. Так, что еще тут еще? И здесь еще один вопрос. Но у нас есть как таково, что свободное время от работы. Мы рассмотрели параметр эксплуатации, и вот этот параметр эксплуатации при капитализме, он действительно во всех проявлениях, если к нему проходить научно, он действительно выглядит как эксцентрация и характерный признак отсутствия свободы человека, индивида и так далее. Но он имеет свободное время, да, мы приходим с работы, отдыхаем, и, соответственно, как выглядит наше свободное время, оно выглядит как оно свободное, да, мы вроде как бы свободны, мы можем куда-то сходить, что-то сделать. Но и здесь Маркс пишет о том, что такое рабочий день, как велико то время, в продолжении которого капитал может потреблять рабочую силу, дневную стоимость, которую он оплачивает. Насколько может быть удлинен рабочий день, сверх рабочего времени необходимо для воспроизводства самой рабочей силы. На эти вопросы, как мы видели, капитал отвечает, рабочий день насчитывает полных 24 часа в сутки. Как так? Кажется, да, человек отработал 12 часов, и почему-то Маркс пишет о том, что 24 часа в сутки он является рабочим. Как так получается? И он добавляет, за вычетом тех немногих часов отдыха, без которых рабочая сила делается абсолютно негодной к возобновлению своей службы. При этом, само собой разумеется, что рабочий на протяжении всей своей жизни есть не что иное, как рабочая сила. Что поэтому все время, которым он располагает, естественно, и по праву, есть рабочее время, и следовательно, целиком принадлежит к процессу самовозрастания стоимости капитала. Что касается времени необходимого человека для образования, для интеллектуального развития, для выполнения социальных функций, для товарищей общения, для свободной игры физических и интеллектуальных сил, даже для празднования воскресенья, будь то хотя бы в стране, в которой так свято что-то воскресенье, то все это чистый вздор. То есть, Маркс, конкретно даже период отдыха рассматривает как неотъемлемую часть рабочей силы. Характеристика самой рабочей силы. Почему так происходит? Потому что человек в процессе работы устает, и, соответственно, для того, чтобы он продолжил свою функцию в качестве рабочей силы, ему предоставляется биологически необходимый отдых, порядка там, чтобы он послал, 12-14 часов. Поэтому здесь получается так, что и период эксплуатации, конкретно на производстве, есть непосредственно его несвобода, его зависимость от капиталиста, и тот же период отдыха, в который он отдыхает, есть непосредственно тот же процесс отдыха, связанный непосредственно с процессом эксплуатации, потому что он возобновляет утраченные свои физические силы в процессе эксплуатации, чтобы восстановить их и вернуться непосредственно на производство, чтобы продолжить обогащать капитализм. Очень плохо получилось из-за этих листов перепутанных. Ну ладно, надо было понумеровать и сложить. Собственно, на этом я как бы это. Вопросы, Саша. Вопросы, да. Сейчас нам в чате перекоммулируют, пока я вопросики задаю. Вопросик первый, да, мы как исторические сторонники ИСМАТа должны понимать о том, что когда мы перечисляем сходные качества рабовладения, феодализма и капитализма, мы должны в том числе рассказать о том, что между ними различное. Вот, допустим, при рабовладении, да, рабу хорошо, хозяин его кормит, поет, крышу над головой обеспечивает. Те же негры в Америке, да, попробовал бы кто-нибудь подойти, раба негра обидеть, там, попробовать его ничевать, да его хозяин тут же бы этого ничевателя и застрелил на месте, потому что это его собственность, никто не имеет его права трогать, кроме него. Ну я согласен, да. Да, то есть, в принципе, рабов в каком-то мере даже быть хорошо. Опять же, бесплатный билет до Америки. Вот сейчас кто-то хочет съездить в Америку, заработать, да, ему надо вывалить кучу денег, чтобы туда забраться. А тогда хорошо, корабль подогнали, в Африке загрузили. Ну это относительно хорошо, Саш, так же нельзя третировать. Ну, главное, надо же и плюсы, и минусы, да, сходные. Ну, минусы, да, я понял, да. Есть такой момент, что в современной геологемии капиталистическая эксплуатация рассматривается как более прогрессивный в плане свобод для рабочего момента, да. Но при этом люди, каким образом его рассматривают? Они рассматривают субъективно с позиции, ну, они не смотрят весь процесс в корне глобально по всему миру. Они не видят, что есть статистика голода. Они не видят, что есть статистика смертей от голода. Они не видят эксплуатацию вообще, в принципе. И для них кажется, что мы существуем, допустим, в России, я поработал в такси, пришел домой, сделал бутерброд с колбасой, отлично все, жизнь налаживается, да, вроде как. Но этот взгляд сугубо субъективный, и человека вырвать из этой иллюзии благосостояния очень тяжело. На самом деле капитализм не ограничивается существующими условиями работы, вот высокий капитализм надо рассматривать вообще по всему миру, да. С другой стороны, также его, как Саша сказал, нужно исторически рассматривать. Если мы рассматриваем период эксплуатации военнопленных в Третьем Рейхе, это разве и не капитализм? Это тот же самый капитализм, только доведенный до абсолютного значения. Это тот же самый капитализм. И как действует класс капиталистов, когда он чувствует избыток рабочей силы? Проводится отбор наиболее слабых, наиболее слабых сжигают, те, кто по здоровее продолжают работать. Разве это не капитализм? Это и есть исторический капитализм, и есть его исторический пример. Нас, ну, как бы коммунистов, да, все это понимают. Но либералов, до них донести, что фашизм это и есть капитализм, да, исторический фашизм какой? В Третьем Рейхе, это и есть та самая эксплуатация, где насильственный способ принуждения, да, к труду используется в связи с извлечением прибавочной стоимости, умноженной на развитые средства производства. То есть уже развитые при капитализме средства производства существуют, есть около заводов круп, там, ну, Тиссон там сидел в концлагере, Варта и прочие. Все они использовали труд военнопленных. Около каждого крупного завода с 1943 года стояли лагеря-спутники, которые непосредственно в этих лагерях содержались военнопленные, которые непосредственно были прикреплены к производству, к средствам производства. Они работали, как обычные рабочие при капитализме, но при этом имели максимально заниженные показатели по, ну, зарплаты, естественно, практически не имели, имели заниженные показания по питанию и так далее. Их практически уничтожали трудом, в общем, Глюков. То же самое, чем, кажется, мы живем вроде как хорошо и вроде чем как бы это посредственно выступать, что капитализм якобы у нас якобы хороший. Потому что мы сидим здесь вот в белой рубашке, в красивых кроссовках и вроде как на первый взгляд все неплохо. Но на самом деле, если мы вдаемся с позиции марксизма в этот момент, то положение существующего общества в России, оно в какой-то мере опосредовано достижениями предыдущих поколений. Потому что и предыдущие поколения в результате классовой, в том числе и революционной классовой борьбы добились этих уступок. И добились не только в России, но и революция, как мы знаем, 17-го года повлияла на положение рабочих по всему миру. Потому что достижение Советского Союза вынуждали капиталистов по всему миру делать их жизнь, их наемных работников более лучше, более удобно. Я не знаю, ответил я на твой вопрос. Такой еще вопрос. А возможно ли достижение рабочего класса свободы, достижение свободы путем реформ, то есть без революции, без революции, без революции капиталистов? Нет, невозможно. Невозможно. Вы так считаете? Ну, потому что, мы читаем в государстве революция, что достижение построения пролетарского государства невозможно без насильственной революции. И это не есть наше желание кого-то убивать и так далее. Это есть объективный экономический закон, потому что господствующий класс капиталистов никогда ни за что не отдать свою власть просто так. Это абсолютно абсурд, доказанный Сальвадором Альенда, допустим, который пытался путем каких-то реформ провести, где эта страна, у меня просто с головой маленький порядок, в Чили, в Чили пытались провести этот социализм и доказали, что без установления диктатуры пролетариата, без насильственной революции над господствующим классом капиталистов невозможно установление какого-либо социализма. А еще такой вопрос возникает. Вот некоторые утверждают, что можно обойтись без революции. Конечно, это не значит, что бегать с винтовками. А путем достаточно на выборах провести достаточно хороших людей, и у нас все будет хорошо и будет достигнут социализма. Это возможно или нет? В основе капитализма. В чате похожий вопрос задали. Демократия. Как выглядит демократия? То есть мы, если затрагиваем этот момент, как выглядит демократия при капитализме? Она выглядит так же, как демократия рабовладельцев в Греции, правильно? Демократия всегда... То есть большинство населения абсолютно отделено от процесса демократии и пребывает в иллюзии, что она в демократии находится, понимаете? Он четко определил, что в классовом обществе демократия существует для правящего класса, для остальных диктатур. Это однозначно, да. Раз правящий класс буржуазии, значит для него демократия, для остальных диктатур. Так вот вопрос опять же к тому же, возвращаемся, там Саша Гребчатий задают. Можно ли путем выборов в буржуазном государстве, выборов нужных людей перейти к социализму, от капитализма и перейти к свободе рабочего класса? Как вы это считаете? Ваше мнение? Не Марксов? С Марксовом все понятно, но вот ваше мнение какое? Ну я же вам сказал, что безнасильственное построение пролетарского государства, невозможна безнасильственная революция. Это дословная цитата из государственной революции. Я с этой цитатой полностью согласен. Если что, я цитирую, да, чтобы меня не привлекли по какой-то статье, я прежде всего цитирую. И на этом, если кто-то будет смотреть, я акцентирую. Это просто научное общение, да, это просто дискурс, в котором мы цитируем марксизм. Марксизм пока что нам, наше государство, слава богу, оно не скатилось до того степени, когда оно будет запрещать нам цитировать марксизм. Поэтому я могу спокойно цитировать, можете проверить, что... Понятно. Достаточно. Давайте так, к свободе вернемся. У нас есть вопрос в чате есть. Да, да, да. Я к этому как раз сейчас подумаю. Собственно, к свободе, да. То есть, к свободу доклада по поводу негров, которые до прихода капитализма в Америку были более свободны, чем с наступлением капитализма, когда началась сверхэксплуатация. То же самое мы можем посмотреть по поводу феодализма, да, когда у нас батрак три дня работает на помещика, кое-где даже меньше было. А все остальное время он был свободен, мог делать, что хотел. Мог пахать на себя, мог не пахать на себя. Еще было ограничение по свету. Сейчас наемный работник в связи с развитием средств производства, конкретно электричество, будет пахать две смены. При феодализме и рафсии такой эксплуатации не было. То есть, сейчас есть эксплуатация такая, что... Вот я приводил пример достаточно, да, рабочие в автобусе, ответственные за безопасность движения всего транспорта. Мы знаем, да, вот у нас есть выходы рейсовых крупных автобусов за пределы трассы. Почему? Потому что рабочий, водитель этого автобуса эксплуатируется сверхмерно. У людей элементарно из-за нехватки сна отказывается сердце. То есть, та иллюзия, что капитализм более превосходная система проживания какая-то, это абсолютный абсурд, потому что по многим параметрам капитализм в сфере эксплуатации, в сфере несвободы превосходит рабство и феодализм как раз-таки за счет средств производства. То есть, я еще раз объясняю, что люди бывают на линии... Мой брат в детстве, почему, может, я стал марксистом? Я видел, как человек работает, 1994 год, мне 13 лет, я захожу, брат работал на производстве, он кочегаром, бежим в соседний цех, у токаря элементарно заломало руку. Почему? Человек просто во время работы потерял концентрацию. Когда поинтересовались, ну, человек выполнял крупный заказ. Как раз-таки начало рыночных перемен в России, поступил в крупный заказ, он, соответственно, решил его выполнить. Выполнил. Это один момент. Другой момент из моего субъективного опыта. Одиннадцатый год. Отец моей жены, 27 декабря, на Новый год, везет людей, ему 53 года. Он работает в такси, его в одиннадцатом году отправляют, нужно отвезти людей. Он говорит, я не спал. Ему говорят, больше никого нет. Он соглашается. Под Фокина у него происходит инсульт. Он умирает в машине, машина с пассажирами врезается впереди, напротив, навстречу идущий хайс, и пассажиры там получают тяжелую вещь. Все. Вот еще один пример эксплуатации при капитализме. Та иллюзия, что... Я еще раз повторяю, если буду это повторять постоянно, что... Та иллюзия, что при капитализме существует какая-то свобода и отсутствует какая-то эксплуатация, что делается все добровольно, это прежде всего иллюзия. Тогда по поводу свободы. Получается, не все же, в том же Советском Союзе не всегда была свобода. Опять же, человек был не свободен от труда, да, статья затронеялся, не будешь работать, тебя посадят. Человек был не свободен от образования, мы обязательно среднее образование. Вот у меня, допустим, была вечерняя школа, да, и те, кто не доучился в школу, или в обычных дневной, их заставляли ходить вечернюю. Он был не свободен, человек. Точно так же. То есть, ты должен... Ты прям такие камерные вопросы. Что мы подразумеваем по свободе? Свобода есть осознанная необходимость, да, в марксизме. То есть, чтобы это понять, этот тезис, я долго, когда изучал марксизму, я не мог, какая осознанная необходимость, что это есть такое. У нас, простейший пример, у нас есть ученик, который любит не ходить в школу и полежать, поспать. Есть ученик, который осознал необходимость учиться и с удовольствием поглощается в процесс учебы. Если мы говорим о свободе в понятии марксизма, то наш вариант, это именно тот ученик, который осознал необходимость учиться. Вот если какой-то человек, вот, про учебу, да, мы не свободны от обучения в СССР, да, допустим. Почему? Потому что это наша осознанная необходимость. Если кем-то она неосознанна, то его просто подталкивают туда, чтобы он учился. Зачем? Чтобы он был производительным рабочим и мог вкладывать в развитие общества своим трудом, соответственно, чтобы он не был паразитарем, да, чтобы он не был каким-то люмпином в процессе общественного производства. Вот это якобы придуманная либералами обязанность работы, да, придуманная либералами несвобода в СССР, это есть как раз-таки защита рабочего общества от паразитария. То есть есть некий паразит, который хочет лениться, не хочет работать, хочет там играть в карты, что-то еще делать, но его заставляют быть участником общества, потому что вообще труд это есть наша объективная необходимость. То есть если мы не будем трудиться, то, соответственно, мы как бы, ну, у нас есть голод. Ну, если что, и ввиду того, что есть голод, труд есть наша необходимость, объективная необходимость. Соответственно, в условиях капитализма на этот труд посаживаются паразиты. Мы же стремимся к тому обществу, когда на этом труде никто паразитировать не будет, правильно? То есть тебя как раз в чате поддерживают, примерно то же самое говорят, что либеральная свобода у своему обменного рабочего есть. То есть с точки зрения либерализма он свободен. Но в этом плане тут предыдущий вопрос как раз, стоит ли с моральной точки зрения вообще оценивать капитализм? Почему мы морально оцениваем систему с производства, когда мы, собственно, точнее церковь, которому мы можем там и не диалогить? Так мы не оцениваем социализм и капитализм с позиции... С моральной точки зрения. С позиции моральной точки зрения, с позиции гуманизма, да, мы не оцениваем. Мы как марсисты смотрим научно на одну общественно-экономическую формацию и на другую. И, соответственно, смотря, если мы читаем капитал, мы понимаем, что капитализм имеет свои изъяны. И, соответственно, если мы эти изъяны уберем из этого капитализма, мы сможем построить социализм, освободиться от паразитарной прослойки какого-то населения, да, какой-то там процент 10-5 процентов, сколько там капитала у нас. И, соответственно, построить более справедливое, более свободное общество. И обратно же здесь не вопрос справедливости, я неправильно точнил, а с научной позиции, то есть это то, что соответствует нашим объективным интересам, да, это как если бы человек, ну, что такое объективный интерес? Человек может питаться нормальной пищей и может питаться, так скажем, дерьмом, да, и, соответственно, объективный интерес для человека питаться нормальной пищей, а не жить, не питаться дерьмом и не жить в этом дерьме, которым является капитализм. То есть здесь не столько вопрос морали, не столько вопрос какой-то справедливости, здесь чисто научный подход, так же, как построить более правильное, более... Короче, чтобы это понять, нужно, в принципе, посмотреть на капитализм. Капитализм, какой изъян основной нет? Допустим, совокупный капиталист пытается всегда платить рабочему, совокупному рабочему чуть поменьше зарплаты, соответственно, покупательская способность этого населения падает, и капиталист уже, производя товар, не может продать, ну, теряет покупательский спрос, нарастает обычный кризис перепроизводства. И мы знаем, если смотрим на историю капитализма, да, этих кризисов было огромное множество, и тем не менее, эта система за счет насилия воспроизводит себя постоянно, именно за счет насилия. И мы должны этот вопрос просто решить и вернуться к более правильной системе нашего совместного общественного проживания, вот и все, здесь это чисто научный подход, то есть и вопросы морали, гуманизма и так далее, они уже относятся к нему, стоят на вторых позициях, они не являются первичными. То есть мы не просто какие-то утопические гуманисты, которые пытаются как-то, ну, там, ребят, ну, здесь вот более белый свет, давайте на него сами, нет, абсолютно нет. Мы чисто смотрим, что вот эта система более правильная, и все. Так тебе либерал как раз ответил, что вот при капитализме человек с собой, ему хочется съесть бургер, он будет съесть бургер, а не какой-нибудь там салат, да, он хочет выпить пиво, он будет пить пиво, а не смузи. А вот ты то, что говоришь, вот объективно есть потребность человека здоровой пищи, и ты будешь заставлять его подписаться с сельдереем и какими-то, я не знаю, зеленым коров. Прямо сильно утрировался, ну, так нельзя. Так же либералы что-то не поступают, они вот ровно так же на это и дали, что какая же у вас свобода, вы будете заставлять всех отказываться от спиртного курения, будете навязывать здоровый образ жизни. Заставлять человека там трудиться, может быть, хочется девать. А если кто-то хочет следить с дерьмом? Да, да. Есть же люди, которые любят дерьмо, ну, бывает. Есть люди, которые любят наркотики, есть, правильно, алкоголь, секреты, ну да, мы исходим из той позиции, что мы постепенно будем воспитывать это здоровое общество, и, соответственно, интересы здорового проживания этого общества будут преобладать над интересами употребления наркотиков, алкоголя и так далее. Ну, количество личных свободы сократится при этом у человека. У общества, я не спорю, да. А у индивиду отдельного. Он не свободен от обучения, он не свободен от того, чтобы уменьшать. Должны ли мы, человек любит насиловать собачек, должны ли мы, и делает это публично, должны ли мы это ограничивать? Так сейчас, по-моему, это прекрасно. Не, ну, это действительно так. Мы исходим из того, что какое-либо бытие формирует какое-либо сознание. Ребенок, который бегает по площадке, видит, как кто-то бухает, соответственно, его восприятие меняется под видимостью данной картины. Должны ли мы тех людей, которые употребляют спиртное, ограничивать в плане того, чтобы наши дети не разгребухали? Правильно? То есть мы, естественно, будем внедрять, мы не будем прям запрещать, возможно, но постепенно, постепенно, со временем общество перестроится, это однозначно. И количество личных свобод, обратно же я говорю тоже, свобода, это не есть то, что я хочу, как ты говоришь, хочу пить водку, пиво, употреблять на котике, это не свобода. Свобода есть осознанная необходимость, то есть есть аппетитный интерес, к которому постепенно, по мере нашего интеллектуального развития, мы идем. То есть я бросил курить в 17-м году, когда начал читать «Марксизм». То есть я понял, что это некий навязанный продукт, который употребляю, и моя сила воли не позволяет мне от него отделаться. То есть я понимаю, что кто-то с этого получает прибыль, но тем не менее я в процессе употребления этого топога, я постепенно умираю. Соответственно, я, осознав эти моменты, осознал свой объективный интерес и отказался от употребления никотина. Есть вопросы? Давайте, да, я с чатика еще добью. Собственно, вот на основании твоего доклада, да, а собственно, что ты предлагаешь рабочему классу? Твои предложения для рабочего класса. Так как у нас первый, ну, многие докладчики, соответственно, у товарищей вопрос, типа, а что ты предлагаешь-то? Как со всем этими свободами бороться? По строению пролетарского государства на первый момент и постепенно устранение государства до того момента, когда общество будет бесклассным, когда не будет вообще капитализма в мире. Установление диктатуры пролетариата. Что я могу предлагать пролетариату с позиции марксизма, если это все прописано? Если вы хотите знать, что марксисты и коммунисты предлагают пролетариату, а против государства и революции там все прописано. Государство и революция уже само название должно вам сказать, что может прилагать коммунист. Почему? Потому что данный процесс является объективно необходимым, тем более в наших сложившихся тяжелых условиях в связи с войной и так далее. То есть мы это наши, это, ну, это наш объективный интерес. Мы не можем ничего другого приложить, потому что если мы будем прилагать какие-то реформы, если мы будем прилагать кому-то куда-то ходить голосовать и так далее, это только будет отдалять нас от процесса, к которому мы должны идти. Я не знаю, что еще объяснить. Не, ну, по-моему, хороший ответ, почитайте, государство и революция. Так, ну, тут вопрос про Украину, мы его, я думаю, пропустим, да, и про вывод войск, а то мало ли нас, мало ли кто смотрит, я думаю, вопрос-то получше отпустить. Давай, ты его прочитаешь, я, если что, его... Вопрос, докладчик за вывод войск СВО из Украины? Не понял, что? Докладчик за вывод войск СВО из Украины? Как спасение, так выкачет. Я за вывод вообще всех войск из Украины, чтобы там никаких войск не было, никакой войны там не было, так скажем. Ну, это очень размытый вопрос, я бы мог бы ответить конкретно, но я действительно думаю, что если я начну отвечать конкретно, как бы это многим не понравится. Ну, я думаю, это немножко за рамки заклониться в Украине. Мы немножко за рамки докладываем. Мы не рассматриваем Украину и Россию с позиции нациалистического вот этого нарратива, который нам навязывает капиталистическая пропаганда. Мы его рассматриваем с позиции единственноклассовой борьбы. И если кто-то выступает против этого, мы, естественно, ну, как бы... Ну, как бы это объяснить. Короче, ладно, давайте отпущем этот вопрос. Давайте, да, вопрос. Давайте вынесем его или вынесем как-нибудь на отдельное собрание или еще что-нибудь. Так, про любителей собак шутки я читать не буду. Завершаем, да? Все, вопросов нет.